Всем привет! Приветствую вас на канале ТВ Распаковки. Сегодня хочу посмотреть, что продается на сайте JUM, какие можно тюнеры, ТВ приставки, Т2 приставочки купить. Хочу полазить по этому магазине, может что-нибудь заказать, ну и вам показать, что можно приобрести на этом канале. Так что присоединяйтесь и поехали смотреть. Итак, в поисковике я набрал Т2 приставки и начинаем смотреть, что здесь есть. Ну вот первая за 1397 гривен, вот такая Т2 приставка, ну а Android приставка X96, уже ее многие знают. Так, какое здесь описано? Т2 приставка X69 Mate, Android 10, 4 гигабайта оперативки, 32 встроенной. Вот такие фотографии, ну на вид интересная приставочка. Какие здесь выходы есть. Так, вот видите, усиление видео, процессор Cortex-A53, видео, видеопроцессор Mali-G31, Wi-Fi на двух сетях работает, 2,4 и 5 гигагерц, 4К поддержка, Android 10, ну видите, здесь картинка HDR, усиление, ну описание очень интересное, 3.2, 5G, 3D, 5G, ну отличный тюнер, легко настраивается, работает супер. Описание хорошее, досталка быстрая, работает лично, ну, писает. Так что можно обратить внимание на эту приставочку. А мы идем дальше, что у нас еще? Такое можно посмотреть интересное. Вот еще одна приставочка. От 982 гривен она стоит. Это H96 MOX. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нее за описание. Вот видите, пульт такой. Android 11 уже пишут. Google Play. Тоже Wi-Fi 2,4 и 5 гигагерц. USB 3.0 есть. Процессор RK338. HDR Ultra. Есть разные варианты. 2 гигабайта 16, 4 гигабайта 32 и 4,64. Ну, внешний вид очень, наверное, красивая. Такая интересная. Тоже можно обратить внимание. Такая приставочка. Так, посмотрим, что здесь тюнерки есть. Вот видим тюнер Freesod V7, V8. От 210 гривен. Ну, это, я так понял, это одно. Это просто Wi-Fi антенка для этих тюнерков. Это антенка, а не сам тюнер. Ну, какие-то. Так, вот. Мини Т2 приставочка у нас есть. Посмотрите. Ну, да, это уже приставка. Это не антенка. Смайл какой-то. Что здесь у нас мы видим? Да, Т2. Приставочка. HD T2 ресивер. Такой маленький. Небольшой пульт, небольшое питание. Не знаю, у нас наподобие этого можно подешевле купить. Вот еще одна, это два. Тест-ставочка. Вот видите, такая. Я уже такие где-то встречал. Ну, тоже. Вписание, картинки хорошие. Но цена, мне кажется, завышенная. 627 гривен. Это много. Вот еще одна интересная. Это два приставочка. USB Lone. Европа. Что-то вот. Посмотрите, какие выходы есть. Можно компьютер подключать к телевизору. HD. HDMI. Флешка. Фод антенны. Вот такой белый пульт. Ну, интересный вариант. Сбоку, вот видите, выход на тюльпоны. Ну, на этом нужно заказать, поэкспериментировать. 598 гривен. Интересный. Надо взять заметочку, чтобы ее сделать обзорчик. Вот видите. Если вы посмотрите, приставки типа данные, видите? 537 гривен. Нужно посмотреть, вспомнить молодость. Кто помнит эти все игры. Поиграть, полистать. Что у нас еще? Вот такие тюнерки. Это что у нас такое? 86 гривен. TV-бокс. MX-9. 4К. 4-х ядерные деньги копают. Но это славненькое. Славненький TV-боксик. Много он не вытянет, мне кажется. Но посмотрите, выходов много. USB. 3 USB. 4 USB. Под флешки. Конечно, выходами они начинили серьезно. Ну, мало. Хотя все работает отлично. 23 гривен доставка. Ну, в принципе, за 86 гривен. Можно и посмотреть, что это такое. Вот таких денди всяких куча. О, посмотрите, а это что такое? Видеоконвертер. Дальше, что мы еще такое интересное? Куча разных приставочек. Вот опять этот TV-бокс, который я взял на заметку. Надо посмотреть, заказать, что это такое. Мне он заинтересовал. Вот джойстики. Вот такие интересные. Так, но нас интересует, какие здесь еще можно тюмерки найти. Что у нас еще такое есть? Ну, джумы немножко дороже, как Алиэкспресс. Ну, в принципе, можно заказывать. Это конвертер на видео тоже разные. Разные порты. Ну, этот тюмерок я вижу популярный. Много его продавцы продают. Дальше, что мы увидим. Вот такие, вот видите, клавиатура. Кандроид приставка сенсорная, и джойстики для музыки, управления. Все такое оно. Интересный такой вариант. Так что на джуме есть где разогнаться, что нужно поэкспериментировать. Если вы что-нибудь здесь увидели интересное, напишите мне в комментариях. Я обязательно его закажу. Сделаю вам обзор, чтобы вы его поняли. Если вам это интересно. Вот такую штучку я уже заказывал. Тоже Денди. Я на джуме его и заказывал. Вот видео здесь вверху будет. Посмотрите, как я это все... Очень интересно вспомнить молодость. Провести время. Интересный аппаратик. Обратите внимание. Тоже я его приобрел. Уже делал обзор. Так вот, если что-нибудь заинтересует, вы здесь что-нибудь увидите. Я постараюсь его заказывать. Ну и сделать вам такой обзорчик на это устройство. Так, что его еще такое придумать. Вот разные маски. Ну как видите, Т2 разных тюнеров. Вот мало. Здесь разные, более игровые всякие консули. Разные приставочки Android. Портативные приставки. Разные виды Денди. Вот это все здесь и есть. Вот посмотрите, какая интересная приставочка. Видите, тоже. Портативные где-то ехать на море, в машине, детям играть, пока доедут. Хотя сейчас и в телефонах все, но это тоже. То я сам иногда вот такую маленькую старые игры вспомнить, почему бы и не попробовать. Так, что у нас. Вот посмотрите, какая приставочка. 1600, но мини. Процессор А53. 4 гигабайта оперативка, 32 гигабайта, есть и 128 гигабайт. Ну, конечно. Интересная. Ну, особенно в детской комнате такую штучку поставить. Видите, такой яркий цвет. Интересная приставочка. Посмотрите. Android 9. 3D. 6K Ultra. Где-то они что-то уже, конечно. Придумали такое. Не слышал ее. 6K приставок. Кодек H265. Усиление картинки. Там мегры, видео. Все там описывают. Ну, смотрится, конечно, интересно эта приставочка. Что же нам еще такое посмотреть? Интересная. Вот, проектор. Вот еще я хотел когда-то проектор. Заказать, посмотреть за такую цену. Вот как он показывает. Чтобы смотреть, например, футбол или какие-то фильмы, как в кинотеатре. С помощью проектора. И цена такая небольшая. Видите, сколько выходов. Почему бы не попробовать? Можно даже вот такой тюнк к нему подключить. И смотреть фильмы, передачи. Видите, такой маленький компактный проектор. С собой можно везде носить. В любой комнате делать свой кинотеатр. Вот видите, разные выходы. Ну, интересная штучка. Поэтому тоже было бы неплохо посмотреть, поэкспериментировать. Что у нас еще такое можно интересное. Да, вот охлаждение. На блок питания можно ставить. Видите, для роутеров. Если у вас греется. Ну, я знаю, что на это охлаждение можно ставить и приставки разные. И тюнерки. Кого сильно греется, можно использовать это охлаждение. Тоже обратите внимание. Интересная штучка. Вот такой сайтик Joom. Он по картинке красивее. Доставка у них быстрее, чем на Алиэкспресс. Поэтому обращайте внимание на этот сайт. Пользуйтесь. Часто иногда здесь бывают акции. Собираются разные купоны. Вот такой интересный сайтик Joom. Так что, всем спасибо за просмотр. Понравилось видео такого формата. Ставьте лайк. Если хотите, могу сделать. И вот, посмотреть на Виш, какая здесь техника. На сайте тоже интересный магазин. Так что, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok